В августе яблочный аромат не просто витает в воздухе, он царственно господствует над всеми запахами позднего лета. А сад Антонина Коваленко в деревне Тарычёва просто утопает в сочных и спелых плодах. Он небольшой, но ухоженный и всегда приносит много яблок. Ну они в принципе растут сами по себе. Они просто не достались по наследству, поэтому уже были, выросли, поэтому ничем не обрабатываются, никакие химикаты ничем не используем. Собирать плоды с дерева, говорит хозяйка сада, нужно аккуратно, сохраняя черенки и плодоножки. На них не должно быть признаков червивости, побитости и гнили. Урожай яблок в этом году, признается Антонина, действительно дивный. Ветки ломятся в прямом и переносном смысле. Всегда такой обильный урожай. Ну вот всегда, да, но через год. Поэтому так всегда много, очень много яблок. Яблочный спас обладает широчайшим набором примет и обычаев. Потому что яблоки в христианстве глубоко символичный предмет. Самое известное в мире это то, из-за которого Адама и Еву изгнали из рая. Как нам поведала Антонина, этому сюжету посвящена традиция яблочного чаепития. Кислые яблоки символизируют изгнание. Они нарезаются и раскладываются по чашкам, а затем заливаются горячим чаем. Кусочки яблок окунаются в мед или варенье. Этот десерт символизирует радость к жизни, несмотря ни на что. Своё название яблочный спас получил из-за того, что на его празднование приходится время созревания яблок. Наши предки верили, что самый последний кусочек яблока, съеденный на спас, будет волшебным. Стоит лишь загадать желание. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.